МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Начинаем одиннадцатую лекцию по теме «История церкви». В нашей последней лекции мы изучили историю Средневековой церкви. Часть третья. Современная церковная история. Глава первая. Эпоха Реформации. Период с 1517 по 1648 год. Введение. Потребность в реформации. Средневековая церковь погрязла в развращенности. Церковные посты легко покупались и продавались. А высокопоставленные священнослужители жили безнравственной жизнью. Церковь стала служить мирским целям и потеряла своё влияние. Реформация была вызвана грехопадением церкви. Кроме того, поскольку церковные служители находились во грехе, появилось течение гуманизма. До самой Реформации существовало несколько реформаторов. Джон Уиклиф и Ян Гус. Эти люди сильно повлияли на реформаторское движение. Папа Лев X продавал индульгенции. Мартин Лютер открыто выступил против этой системы. Образование реформации. Лютераны реформировали Германию и Северо-Восточную Европу. Реформаторская деятельность цвинглианцев сосредоточилась в Цюрихе, Швейцарии и Юге Германии. Жан Кальвин сконцентрировался над преображением Женевы, Швейцарии, Франции, Шотландии и Нидерландов. Четвёртое. Английские реформаторы. Их реформистская деятельность была сосредоточена на людях, говоривших по-английски. Пятое. Анабаптисты. Анабаптисты занимались реформацией большей части Западной Европы. Перечисленные выше с первого по пятый выступали против католицизма. Шестое. Иезуиты. Иезуиты были сосредоточены на католицизме, активно выступали в поддержку тщательного продумывания реформ в католицизме. Они выступали за контрреформацию. Успехи и неудачи реформ. В общем, деятельность можно разделить на два региона. Регион, в котором реформа прошла успешно. Реформация была успешной в Северной Европе и за пределами Рима. Преобразования не получили должного отклика в Южной Европе и в Риме, где преобладали латинские народы. Виды церковного правления. Лютеране. Лютеране не имели окончательной формы церковного правления. Кальвинисты. У кальвинистов система правления принадлежала Пресвитарианской Церкви. Англиканская Церковь. Она имела форму правления, схожую с Римско-католической Церковью. Анабаптисты. У анабаптистов был конгрегационный способ правления. Богословские убеждения. Некоторые реформистские аспекты теологии были идентичны римско-католическим. Католицизм и протестантизм разделяли теологическую идею доктрин о Боге, Христе, Святом Духе и Троице. Помимо этого, у них было множество разных религовеческих убеждений. Их церковное правление, взгляды на Библию, спасение и загробную жизнь были различными. Протестантизм отвергал церковную традицию, апокрифы и принимал лишь канон. Он отрицал идею того, что спасение находится только внутри церкви. А также отказывался от принятия идеи чистилища, индульгенций и присуществления. Лютер и Цвингли были основоположниками реформации. Кальвин и Меланхтон проводили организационные мероприятия церкви. Протестантские традиции богослужения. Протестанты проповедовали на языке, понятном в том регионе. Они разительно отличались от католиков, проповедовавших на латыни. Кроме того, была восстановлена практика воспитания верующих, отменена месса и кождение фимиама. К этому можно добавить, что протестантизм упразднил поклонение святым и великвием. Молитву за умерших и паломничество в святую землю. Плюсы и минусы реформации. Плюсы реформации. Библия стала основой для размышлений. Поклонение, которое в средневековье превратилось, выдало поклонство и стало обычным ритуалом, вернулось к библейской истине. Люди обрели свободу личной веры. Им стали правильно толковать Писание и учить обретению непосредственного общения с Господом. Римско-католическая церковь также имела реформистское движение внутри себя. Минусы реформации. Протестантизм был разделен на различные конфессии. Произошла война. Многие люди погибли, и наступил экономический спад. Влияние реформации на экономику. Во-первых, рухнул феодализм. Поднялся средний класс. Во-вторых, общие знания стали более продвинутыми. Это изменило культуру к лучшему. В-третьих, возродился индивидуализм, который запустил формирование капиталистического общества. В-четвёртых, стали развиваться различные отрасли. Второй раздел. Мартин Лютер и реформация. Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в Эйслебене, Германия. Его отец был шахтёром, а мать – набожной верующей. Когда ему исполнилось 19 лет, он поступил в Эрфурдский университет, где изучал схоластику и латинскую литературу. Начав изучение юриспруденции, он в тот же период поступил в Августинский монастырь. Позже Мартин стал профессором логики гуманитарных наук и пытался получить степень доктора теологии. В 1511 году он оставил монашество и отправился в Рим, где увидел развращение церкви. В 1512 году Лютер получил степень доктора теологии. В 1525 году Мартин женился на монахине Катарине фон Бора. Он умер 18 февраля 1546 года. Реформаторская деятельность Лютера Начало Папа Лев X продавал индульгенции, а Мартин выступил против этого. И 31 октября 1517 года выразил свою критику в 95 тезисах. В ответ на это Римско-католическая церковь предала реформатора анафеме. В письме об отлучении было сказано, что все сочинения Лютера должны быть сожжены. Кроме того, Мартину и его последователям давалось 60 дней на раскаяние. В противном случае их ждал арест. 10 декабря 1520 года Лютер в присутствии профессоров и студентов сжег это письмо. 95 тезисов. Давайте разберем самые важные. Первое. Индульгенции не отменяли Божьего наказания, а лишь отменяли осуждение церкви. Второе. Они не могли простить кому-то их грехи. Третье. Индульгенции индульгенции не аннулировали наказаний, заслуженных грешникам перед Богом. Четвертое. Индульгенции ничем не могли помочь душам в чистилище. Пятое. Верующий, покаявшийся в своих грехах, уже получил Божье прощение. Отпущение грехов человеком бесполезно. Шестое. Обычный человек не разбирается в благих делах, заслугах и наградах. Сокровищем является лишь Евангелие славы и благодати Господа. Папа не имел права продавать заслуги Иисуса Христа или верующих. Он мог лишь остановить нападки со стороны церкви. Давайте разберем детали. Тезисы с первого по седьмой это введения. В тезисах с восьмого по двадцать девятый рассматривается вопрос о прощении грехов в душе, которое находится в чистилище. Тезисы с тридцатого по восьмидесятый посвящены прощению грехов живым людям. тезисы тезисы с восемьдесят первого по девяносто первый выступают против индульгенций и рассматривают их лишь как средство мирского обогащения. тезисы с девяносто второго по девяносто пятый указывают на лукавый мотив продажи индульгенций. Идеи и труды Лютера Идеологическая подготовка В Эрфурдском университете Мартин изучал схоластику и латинскую классику. Человек по имени Иоганн Штаупец настоятель Августинского монастыря оказал сильное влияние на Лютера в изучении Библии. Штаупец познакомил Мартина с августинской теологией милосердия. Лютер принял идею праведности по вере. Вильям Оккам – еще одна фигура в идеологическом воспитании Лютера. Идеи Оккам оказали большое влияние на теологию Мартина. Эзотерики также повлияли на идейную закладку реформатора. От Экхарта и Таулера он узнал об эмпирической вере. Изучая Библию, Лютер пришел к выводу, что Божье Слово является стандартом для всего. Идеи Лютера Мартин искал экспериментальное и практическое вероучение. Если говорить о причастии, то он верил в соприсутствие. У него было три основных утверждения. Во-первых, реформатор верил в истину, что человек стал праведным по вере. Во-вторых, он верил в священство верующих, что все христиане священники. В-третьих, его вера в авторитет Библии была непоколебима. Взгляды Лютера на спасение. Мартин провозглашал, что спасение приходит лишь от Бога. Это истина, находящаяся в Писании. Также он говорил, спасение приходит только по вере. Спасение – это новые отношения с Господом, исполненные во Христе. Человек не может спастись добрыми делами. Взгляды Лютера на церковь. Он разделял церковь на невидимую и видимую. Римский католицизм не делал такого различия, но рассматривал церковь как единую. Он также сказал Святой Дух приводит верующего в церковь и защищает его. Святая Церковь – это содружество всех верующих в Иисуса Христа. Когда Божье Слово распространится, а Таинства будут надлежащие исполняться, тогда будет воцарена церковь Господа. Всевышний правит церковью правой рукой, а своей левой рукой руководит народами. Взгляды Лютера на государство Мартин делал различия между церковью и государством. Он не отрицал суверенитет государства. Реформатор сказал, все верующие по сути праведны, но им нужно находиться под управлением государства, так как на этой земле все они грешники. Если государственная власть преследует религиозную жизнь верующих, то они не могут подчиняться ей. Христиане могут искать убежище во время гонений, но они не должны использовать революционные силы и средства. Если правители поступили неправильно, то христианские лидеры вправе обличить их и дать им совет. Церковь должна быть защищена от вмешательства государства. По этой причине он отдал административную власть церкви государству. Так как оно управляло церковью, то были смешаны церковные и мирские права. В результате это ослабило Божий дом в духовном плане. Труды Лютера В мае 1520 года он написал книгу под названием «Трактат о хороших делах». Основной посыл этой книги «Добрые дела совершаются лишь по вере». В августе 1520 года он написал книгу под названием «К христианскому дворянству немецкой нации». «Реформатор» этой книге Мартин критиковал развращенность папства. Во-первых, он был против идеи о светской власти папы. Во-вторых, реформатор выступал против толкования Библии одним лишь папой. В-третьих, Мартин боролся против принадлежащего лишь папству праву созывать соборы. В октябре 1520 года Лютер написал книгу под названием «О Вавилонском пленении церкви». В ней он сказал «Все верующие это священники, а причастие, крещение и покаяние это единственные таинства». В декабре 1520 года вышел в свет его труд о свободе христианства. В нем Мартин, основываясь на послании к римлянам, писал, что люди становятся праведны через веру в Иисуса. Лютер и Вормское собрание Вормский консилиум был созван в Вормсе 27 января 1521 года Карлом V. На нем должны были решаться вопросы связанные с Мартином Лютером. На это собрание папа послал посланника Александра. Лютер принял участие в этом заседании. Карл V вызвал Лютера, гарантировав ему безопасность. Мартин, приготовившись к смерти, отправился на созыв 26 марта 1521 года. Parte лейтон. Он сказал, что даже if в Вормсе будет такое же количество бесов, как черепицы на крышах, я все равно буду там. По дороге на это собрание его провожали толпы народа. Перед тем, как туда отправиться, Лютер спел гимн, написанный им самим. Он назывался «Бог. Наша крепость». 17 апреля Мартин был допрошен. Первый вопрос, заданный ему, прозвучал так. «Являетесь ли вы автором 25 книг?» На это Лютер ответил «Да». Далее прозвучали следующие вопросы. Заседание судей. Вы готовы отречься от написанного вами в книгах? Лютер ответил «До тех пор, пока не будет доказано, что книги противоречат написанному в Библии, я не собираюсь ни от чего отрекаться». «Моя совесть находится под властью Божьего Слова. Я не могу отречься от Его слов». «Император постановил следующее. Мартин – грешник». «Тот, кто будет встречаться с ним, получит наказание». «Труды Мартина Лютера объявляются еретическими». 26 апреля реформатор вернулся домой. Чтобы спасти жизнь Лютера, курфюрст Фридрих инсценировал его похищение и привез в замок Варкбург. Там Мартин перевёл Библию на немецкий язык. Он начал переводить Писание в ноябре 1521 года и завершил перевод в 1522 году. Библия была опубликована в сентябре того же года. Третий раздел. Немецкая реформация. Филипп Меланхтон. Он родился в 1497 году и умер в 1560 году. В возрасте 21 года он работал преподавателем языков в университете. Филипп преподавал иврит и греческий язык. Меланхтон был смирённым и честным. Он являлся единственным, кто открыто поддерживал реформатора Лютера. Он написал труд «Общие принципы теологии». Вот некоторые цитаты из книги. В Библии заключена власть. Верить значит быть уверенным в смерти Иисуса за наши грехи и последующее Его воскресение. Единственные таинства – это крещение и причастие. Два вида немецкой реформации. Гуманисты. Эразм Роттердамский является главной фигурой у гуманистов с 1466 по 1636 годы. Эразм не принял реформацию Лютера за излишнюю напористость. Подведём итог его жизни. Он родился в Нидерландах. Учился в Парижском и Оксфордском университетах. Эразм был гуманистом и мастером классической литературы. Он перевёл и отредактировал Новый Завет на греческий язык. Ему принадлежал труд под названием «Похвала глупости». В этой книге учёный критиковал развращённую римско-католическую церковь. После 1513 года он переселился в Германию и принял участие в немецкой реформации. Он раскрыл недостатки схоластического богословия и критиковал порочность церковных служителей того времени. Из-за своих греческих и пелагианских тенденций Эразм не понимал истинного значения Евангелия. Вместо того, чтобы полагаться на Божье могущество, он искал в человеке реформаторскую силу. Учёный умер в Базиле в 1536 году. Максималисты, экстремисты. Карлштадт Карлштадт родился в 1480-м и умер в 1541 году. Ему принадлежат следующие высказывания. Иметь иконы в церкви значит нарушать первую из десяти заповедей. Духовенству необходимо вступать в брак. Необходимо запретить использование музыки и инструментов на поклонении. Каждый должен стать фермером. В учёбе и образовании нет необходимости. Второе пришествие Господа близко. Грядёт конец света. Он был против крещения младенцев. Томас Мюнцер Томас родился в 1490-м и умер в 1525 году. Он был радикальным религиозным деятелем Германии. Мюнцер называл себя пророком, получившим откровение Святого Духа. Проповедник не разделял библейские и церковные точки зрения. Он выступал против крещения младенцев. Мюнцер подчёркивал близость конца света и утверждал, что общественный строй должен быть полностью переделан. Томас отрицал правительство и грамотность. Он поднял крестьянское восстание. И после его подавления был арестован и казнён. Таким образом, в то время, как Томас Мюнцер и Карлштадт воплощали свои агрессивные идеи, Лютер в марте 1522 года посетил Вартбург. Там он в течение восьми дней проповедовал, положил конец погромам и полностью восстановил порядок. Мартин выступил против экстремизма и был поддержан многими монахами и обычными дворянами. Разделение Произошло крестьянское восстание. В 1524 году знать силой подавило крестьянское восстание. Это привело к гибели 150 тысяч человек. Поскольку Лютер принимал активное духовное участие в подавлении этого восстания, у него появилось заблуждение, что он восстал на сторону дворян. Расхождение во мнениях с Иразмом. Эразм, у которого были умеренные идеи, подчеркивал свободу воли. Он высказывал свое мнение, которое шло вразрез с идеологией Лютера, который был сосредоточен на Библии. Брак Лютера Когда Мартин женился на Катарине фон Бора, монахине, происходившей из дворянства, многие люди высмеивали его. Преследование императора и ходатайство. В 1526 году было назначено Шпеерское заседание. На нем было принято следующее решение. Каждая область будет жить, управляться и веровать так, как она хочет отвечать перед Богом и его имперским величием. Заседание было созвано снова в 1529 году. Решением этого созыва стало следующее. Если князь был католиком, тогда и люди, живущие в княжеском государстве, также считались католиками. Им запрещалось распространять протестантизм в этих местах. Но также был принят закон, что если князь являлся протестантом, то люди, живущие в государстве, могли свободно исповедовать католицизм. Закон гласил, что налоги, которые не уплачены за прошлый год, должны быть выплачены в новом году. Протестанты выступили против этого. 19 апреля 1529 года они написали письмо протест. В этом мероприятии приняло участие пять князей, в этом мероприятии. Продолжение следует...